Друзья, всем привет! С вами канал TopRC и у нас был большой перерыв. В общем, друзья, я сейчас перед вами собрал здесь все, наверное, проекты, над которыми мы сейчас работаем. И то, почему, наверное, потому что два проекта, как минимум, у меня сейчас не в мастерской находятся, а не у Макса. Он с ними работает. О них я просто расскажу в видео, может быть, вставлю фотографии. Друзья, давайте вкратце пробежимся по всем проектам, над которыми мы сейчас работаем. Я расскажу вам, чем мы занимались две эти недели, что мы сделали за эти две недели и вообще, что в будущем будет на нашем канале. И да, друзья, такого большого перерыва я больше постараюсь не делать. Кстати, друзья, если бы были все модели, они бы даже не влезли бы на наш стол. Первое, с чего начнем, это яркий, сочный осенний УАЗик. Он почти что закончен. Вот такой красавец получился. Задняя часть еще не докрашена в черный, потому что у меня просто закончилась краска. Но камуфляж уже нанесен полностью. Его остается только лишь зашкурить и потом немножко отполировать. Делалось это все, друзья, кисточкой. Краски Томиевские использовал я. О том, как наносить камуфляж, о том, как мы его делаем, будет отдельное видео на канале. Во второй части или в третьей части про УАЗик, друзья. Я помню, что обещал это видео и оно выйдет. Нужно лишь набраться немножко терпения. На крыше получился вот здесь небольшой косяк. Было немножко подтеков, но наждачки все зашкурил. И полиролью это пятно вот это уйдет. То есть его не будет видно, будет все однотонное. Переходов видно не будет. Салон я покрасил тоже в черный цвет. Остается на него сделать раму. Но об этом, обо всем будет уже в отдельном видео про УАЗик, который скоро выйдет на канале. Давайте, друзья, те модели, о которых я рассказал, уже будут убираться. Потому что иначе мне просто не хватит места. Далее, ребят, давайте посмотрим на корпус Defender. Вот такой красавец. Сделал я на нем остекление. Здесь тоже будут стекла стоять. Ну, пластиковые стекла. Переднюю часть решил сделать вот такой. Друзья, изначально хотелось сделать их в цвет хрома. Да, то есть, ну, такие серебристые. Но черные мне больше понравились. Они как-то сочетаются с таким цветом. Цвет классный, друзья. Увидел просто фотографию Defender. Мне понравился. На фотке он. И я решил сделать примерно то же самое. Фары я покрасил томиевским лаком. Оранжевый и красный. Получилось очень и очень даже классно. Передние поворотники. И здесь вот тоже покрашено. Отражатели покрашены серебрянкой. Цвет должен быть хороший. Теперь не скажешь, да, что эта модель стоит 2000 рублей. В целом-то это у нас получается МН 16 масштаба. Дешевая игрушка. Ну, вот, друзья, что можно сделать из дешевой игрушки, если приложить к ней руки. И много времени. Да, друзья, времени ушло много на покраску этого корпуса. Ушло у меня 4 дня. Арки я делал кисточкой, красил. Вроде получилось хорошо. Нужно их еще немножко почистить наждачкой. То есть сделать их, сделать поверхность равномерную. Чтобы не было видно вот этих переходов. Ну, все это получится, друзья. И в итоге в видео про Defender вы увидите уже окончательно финишный готовый вариант. Будет еще сверху здесь установлена люстра, друзья. То есть будет люстра. Накидаем сверху здесь всяких вещей, да. Лопату повесим, там крат. Что-нибудь еще тут сделаем. Внутри по салону, друзья, также есть небольшие изменения. Они касаются у нас торпеды. Смотрите, да. Я вырезал отверстие. Сделал имитацию подсветки. То есть в задней части вот здесь у нас будут установлены светодиоды, которые будут гореть. И вся эта подсветка будет у нас работать и функционировать. Единственное, мне не хватает еще вот лака синего цвета для того, чтобы сделать печку. Видите, у нас получится оранжевый, красный, типа горячо. И внизу должна быть синенькая лампочка. Ну, в данном случае нужно синим лаком покрасить. И будет имитация синей лампочки. В общем, друзья, салон будет вот такой. Красти его, наверное, не буду. Буду, ну, оставлю просто черным. Вначале я думал сделать его темно-коричневым. Но, ребят, это лишняя, опять-таки, трата времени. А времени сейчас просто катастрофически на все не хватает. Поэтому салон будет черным. Ну, и торпеда у нас будет внутри вот там вот светиться. Я думаю, что будет красиво. В принципе, корпус выглядит хорошо. Друзья, напишите в комментариях, нравится он вам или нет. Мне очень нравится, особенно цвет. Далее, друзья, давайте, наверное, посмотрим на КамАЗ. Будет у нас проект. Это КамАЗ без спальника. Сделал его Иван. Огромное ему за это спасибо. За разработку КамАЗа без спальника. Модель, насколько я знаю, выложена на сайте, по-моему, Thingiverse. Ну, в общем, друзья, у Ивана есть профиль на источниках, да, где выложены модели. И все эти ссылки я вставлю в описании под видео. Сможете перейти, посмотреть. И если у вас есть принтер, то сможете скачать и распечатать себе тоже такой вот КамАЗ. Здесь, друзья, не все модели еще, а точнее, не модели, а не все напечатанные запчасти, не все детали от него. И это пробная, первая еще тестовая модель. И вы видите, что вот здесь у нас получается такая ребристая поверхность. Сейчас это дело все уже Ваня поправил. Арки полукруглые теперь. Нет вот этих углов. Но это, ребята, еще раз говорю, первая еще тестовая модель, которую я печатал. Ну и, собственно, я это дело все просто исправлю наждачками. Мне неохота перепечатывать его. КамАЗ получается в 16 масштабе. Полностью все запчасти есть. Крыша сдвижная. То есть она вот так одевается у нас сверху. Внутри есть салон. Панель приборов там виднеется. Вот, друзья. Все это дело можно покрасить. Все это будет круто. Также все эти баки, фильтр. Все это, друзья, напечатано. Просто сейчас у меня нет этого под рукой. Оно лежит на обработке. Ну, кабина в целом напечаталась неплохо. Единственное, что крышу я печатал, наверное, неправильно. Я печатал ее вот так. А нужно было печатать ее стоя. Для того, чтобы слои легли ровно. Ну, точнее, ровнее. И не было вот этого большого перехода. Видите, друзья, какой переход получается. Либо можно было, например, бы слой поставить. Не 0.2, а 0.1. Потому что я, в принципе, все модели пока что печатаю слоем 0.2. Единственное, что вот диски, к которым мы сейчас дальше еще перейдем, я напечатал слоем 0.1. В общем, друзья, КАМАЗ без спальника. Если вы догадались, какой будет проект, то пишите в комментариях. Ребят, я думаю, что те, кто следит за блогерами, уже, наверное, догадался, да, какой КАМАЗ и в каком цвете мы будем строить. Да, друзья. КАМАЗов будет у нас много, на самом деле. Будет, наверное, 2 или 3, а может быть, даже и 4 КАМАЗа. Следующий КАМАЗ сделан из ПВХ. Он в 18-м масштабе. Он отлично подходит к покатушкам вместе с Уралом. Вот, друзья, он сейчас покрашен в первый слой. Зашкурен. Убраны все вот неровности. Это, еще раз говорю, КАМАЗ сделан из ПВХ пластика. Друзья. Ну, в целом, неплохо. Переднюю часть я решил напечатать на принтере. Она мне не очень понравилась. И просто перепечатаю ее вот от того КАМАЗа, который я только что вам показывал. Приклею сюда. Тоже покрашу потом. КАМАЗ полностью с бортом. То есть, его остается только лишь поставить на шасси ВПЛ. Сделано все. Сделал его наш подписчик Анатолий. Ребят, у людей, которые делают подобные вещи, у них золотые руки. Вообще, вот у всех людей, которые делают из ПВХ пластика корпуса, моделей и прочее, ребят, это золотые руки. Потому что я, например, не могу делать. У меня, ну, не лежит к этому ни душа, ни руки мои не заточены под это. Я не знаю, криворуки, наверное, в этом плане, ребят. Вот что-то покрасить, собрать, настроить я могу. К сожалению, делать своими руками подобное, друзья, не получается. Поэтому приходится обращаться к подписчикам. Приходится находить людей, которые могут это делать. Вот такая небольшая имитация панели приборов. Руль. Фильтр над кабиной, который вешается. Даже там внутри, смотрите, друзья, сеточка есть. В общем, все это дело будет краситься. Ну и, конечно же, борт в масштаб. Восемнадцатый выполнен с брызговиками, сразу с ящиками. Все это дело, друзья, еще предстоит обработать, покрасить, собрать. Ставить это все будем на шачку ВПЛ. Единственное, что, наверное, будем раму делать свою. Потому что рама у КамАЗа по-хорошему должна быть длинней. Следующий у нас, друзья, это Зилок. Сейчас подвину поближе его. И вот здесь, друзья, сейчас у меня будут вопросы к вам. Возможно, вместе с вами мы найдем на них ответы. Я на просторах интернета нашел один очень интересный проект. Машины в настоящем масштабе, один в один, который Зилок. Его переделали, покрасили раптором. Сделали сзади небольшой такой борт. И он выглядит просто шикарно. И, ребят, в связи с тем, что к нам сейчас едет Аксиал второго поколения в корпусе Уминок. Скажу вам честно, что корпус Уминок мне абсолютно вообще не нравится, друзья. То есть я не знаю, почему от него многие кайфуют. Я, например, от него не кайфую. Я больше кайфовал бы, например, если бы это была какая-нибудь Буханка. Или УАЗик. Или тот же самый Зил. Но, друзья, почему-то именно от Уминока я не получаю никакого удовольствия. Даже просто на него смотрев. В дальнейшем этот Аксиал будет переделываться в КАМАЗ Дакаровский. Сейчас, друзья, по Дакаровскому КАМАЗу ведутся разработки. То есть изначально планировалось сделать его из ПВХ пластика. Но, к сожалению, там не срослось. Поэтому сейчас делается 3D-модель под печать. Кабина Дакаровского КАМАЗа будет печататься. Задняя часть тоже будет печататься. И это, я считаю, гораздо целесообразнее, друзья. Вернемся к Зилу давайте. В общем, друзья, какая проблема у меня с Зилом? Ну, не то, что проблема с Зилом, а именно вот беда, скажем так, с... Ну, нет, не беда. Как это правильно выразиться? В общем, друзья, просто есть момент, касаемый 3D-печати. А именно касаемый обработки и подготовки поверхности к покраске. Видим, да, сейчас на пластике у нас есть вот такие, как канавки. Друзья, и я не могу подобрать шпаклевку. Я не скажу, конечно, что я прям ходил по магазинам и тратил там кучу времени, чтобы ее подобрать. Но забегая просто вот в магазин, там, за краской, например, я иногда спрашивал про шпаклевку. И мне советовали продавцы, возьмите вот эту шпаклевку, возьмите вот эту шпаклевку. Я брал ее, друзья. Но, к сожалению, того результата, который я хотел, мне не получалось добиться. Шпаклевка либо просто не ложилась на пластик, то есть отвалилась от него, либо давала большую усадку. Поэтому, друзья, у меня к вам есть вопрос, какую шпаклевку или какие методы, какие способы вы используете для обработки деталей после 3D-печати. Здесь вот толщина вот этих канавок буквально там 0,1-0,2 мм. То есть это очень-очень-очень такие, ну, мелкие канавки. И их просто нужно сравнять. Я же, друзья, сейчас это делаю просто обычной наждачкой с водой. То есть сижу и тру тру поверхность до тех пор, пока она не станет гладкой. Например, вторая дверь, она уже более гладкая. И вот здесь вот видите, вот канавки, они, во-первых, грунтом все забиваются. То есть я беру грунт и прям таким жирным слоем все это дело грунтую. После чего наждачкой с водой шлифую и получается вот такая гладкая поверхность. То же самое вот здесь вот на крыле у нас видно. То есть видите, друзья, сколько вот было много-много всяких канавок, которые в итоге забились грунтом. И сейчас эта поверхность, она идеально ровная и подготовлена уже к покраске. Вот эти боковые части, друзья, боковые части вот здесь вот, они, когда печатали, слежали детали вот так. То есть были приклеены к столу. Поэтому эта часть, она была не очень. Вот на втором крыле это видно. Смотрите. Сейчас фокус поймается. И эти неровности все, конечно, хорошо было бы убрать, например, той же самой шпаклевкой. Но так как у меня нет нормальной шпаклевки, я ее не нашел еще. Я это дело просто заливаю суперклеем, засыпаю содой и далее начинаю все это дело шкурить. То есть вот крыло, которое залито было суперклеем и зашкурено просто наждачкой. Оно получилось ровное и подготовленное к покраске. Но, друзья, я считаю этот вариант не очень, скажем так, технически правильный. Нужно все-таки использовать шпаклевку. А вот какую шпаклевку использовать, ребят, напишите в комментариях, если вы владеете информацией. И также еще, друзья, напишите в комментариях, возможно ли сушка пластика инфракрасной лампой. Возможно ли это делать с пластиком, ребят? Я не знаю и информации, к сожалению, пока что не нашел. Если вы владеете этой информацией, напишите, пожалуйста, в комментариях, как можно ускорить процесс высыхания краски именно при работе с пластиком. И можно ли использовать инфракрасную лампу. И если можно, то прям скиньте ссылочку, я буду вам премного благодарен. Если поможете найти мне информацию и поможете ускорить саму процедуру покраски. Потому что сейчас покраска корпуса занимает где-то в среднем 3-4 дня у меня. Итак, значит, зелок у нас будет собираться под шасть аксиала второго. Будет к нему сделан, потом заливать здесь борт. Ну, я вставлю сейчас видео фотографии, чтобы вы понимали, что мы будем в итоге строить. В целом, кабина уже почти что готова под покраску. Красить мы это дело все будем раптором. Ну, не то что раптором, а будем делать имитацию раптора. То есть, возьмем краску в баллончике и возьмем, например, аэрограф, насыпем к нему песок мелкий. Нанесем слой краски и сверху с аэрографа дунем песком, чтобы получилась такая небольшая, ну, как рябь на краске, песок, чтобы на краску прилип. Далее все это дело еще раз сверху замажем краской с баллона и посмотрим, что у нас в итоге получится. В теории должна получиться поверхность, похожая на раптор. Друзья, вот мне хочется попробовать, посмотреть, что с этого всего получится. Ну и, друзья, напишите, как вам зелок, нравится вам или нет. Потихонечку мы, друзья, приближаемся к 10-м масштабам, да. А то, как вы говорили нам, что мы засиделись, мол, в 16-м масштабе, слишком много у нас ВПЛ-ок. Ну, вот, друзья, также небольшой спойлер, что едут к нам две шаськи инжоровские, ну, те самые, которые клоны Ксиала, я обзор посмотрел на канале RC Hobby Home и заказал себе тоже, ребят, две шаськи, ну, себе и Максиму. Что мы на них строить будем, я пока что вам говорить не буду, друзья, но это будут интересные проекты. Ну и переходим к Уралу, к моему. Значит, заказал я себе борт из ПВХ-пластика. В дальнейшем буду заказывать борт, ну, точнее, не заказывать, а будем делать борт под печать, чтобы каждый мог себе напечатать борт. Друзья, этот борт, к сожалению, немножко не в масштаб, то есть его сделали шире, чем борт ВПЛ, потому что борт от ВПЛ, он для Урала немножко в масштаб не подходит, он узкий для него. То есть с Кунгом, в принципе, все нормально по ширине, а вот борт, он узкий, он больше для шишиги подходит. Ну и вот, друзья, в общем, этот борт должен быть еще на 2 см длинней, чтобы быть в масштабу, 18-й масштаб Урала. Поэтому данный борт, к сожалению, ну, не хочу оставить на свой Урал, потому что я за копийность, я хочу из своего Урала сделать очень копийную машину, друзья. И это у меня, кстати, очень даже получается. Значит, по Уралу у нас ведутся также работы до сих пор, то есть сколько уже я устрою, и до сих пор, друзья, я делаю и делаю и делаю и делаю. Искал информацию в интернете, не удалось мне найти, поэтому я просто взял, поехал в автошколу ДСАФ, где стоят Урала и Камаза, и с рулеткой замерил бампер, и вообще там, наверное, полмашины позамерял. На меня смотрели там как на шпиона, мужики подходили, спрашивали, что я делаю. Ну, я им показывал фотки, рассказывал, что мы модели строим. В общем, они в восторге смотрели на Урал, посмотрели со мной парочку видео в телефоне. Весь этот труд дал плоды свои, и в итоге мы получаем вот такой бампер для Урала. Ваня, огромное тебе спасибо за разработку его. Полностью, друзья, сборный бампер, собирается он из четырех частей, то есть основная часть, отбойники, боковой швеллер и вот эта нижняя площадка. Ну и пятая часть еще, это вот прицепное устройство, которое здесь не функционирует, оно просто здесь декоративное. Но в целом, друзья, теперь задняя часть у модели получается очень-очень копийная, очень крутая, очень красивая. То есть, ну, вы сами видите, что это полноценный бампер, такой же, как на настоящем Урале. Плюс он сделан весь в пропорциях, в масштабе. И, друзья, вот эти плафончики, которые вы здесь видите, сейчас где-то там фокус, что-то фокус все не хочет ловиться. Вот, друзья, плафоны, тоже сделаны в 16-м масштабе для Урала, ой, в 18-м масштабе для Урала, и в 16-м масштабе они есть еще для Шишиги. Все это будет в нашей группе, друзья. Будет выложено как товар, в них вставляется 3 СМД-сетодиоды, и получается полноценная подсветка. То есть, у нас получается поворотник, габарит и стоп-сигнал. И также еще есть лампочка заднего хода, друзья. Все это дело работает. То есть, например, для бортового Урала нужен вот такой бампер. Для Урала с Кунгом вот эти боковые части, они не нужны. Мы за максимальную копийность, поэтому, видите, даже в 18-м масштабе мы заморачиваемся и делаем такие копийные вещи, как бампера, плафоны. Хоть это все и маленькое, но, ребята, это все работает и выглядит просто круто. Также, друзья, я в своем Урале покрасил орехи в черный цвет, потому что красные орехи были очень броские. В общем, даже привода я покрасил в черный, как вы видите, чтобы Урал был максимально копийный. Колесо снято не просто так, друзья. Далее, давайте покажу вам кучу просто дисков. Вот такие диски, они выложены на сайте Singiverse, но, друзья, мы их с вами немножко доработали. Подогнали их под масштаб Урала, подогнали их под шины ВПЛ. Крышечка эта снимается, и туда у нас прячется винт. Что интересного еще у нас есть? Это диски для КамАЗа, для военного. Вот так они выглядят. Тоже мы над ними работаем, тоже подгоняем их под ВПЛ. Это военная версия. Они пока что еще широкие, будут поуже, друзья. Но это просто пробник напечатанный, небрежно так, для подгонки. Тоже диск будет разборный, то есть центральная часть будет выниматься. Примечательно еще то, что, как вы можете заметить, диски сборные. Это очень удобно и для печати, и для сборки. И для того, чтобы, например, можно было сделать утяжелители из тех же самых шайб. То есть, одни плюсы, друзья. Пишите в комментариях, как вам вообще наши проекты, как вам диски, как вам модели, как вам наши идеи. Предлагайте свои варианты для реализации еще чего-нибудь. Камера садится, а я вспоминаю, о чем я хотел еще рассказать. Ну ладно, ребят, в следующий раз расскажу в других видео. Кстати, напишите, интересна ли вам тема влогов. Делают ли влоги. Потому что раньше я делал их, они, в принципе, просмотры набирали. Может быть, сейчас тоже стоит возродить тему влогов. Ребят, напишите в комментариях. Давайте сделаем это видео. Давайте напишем под этим видео 100 комментариев. И поставим 100 лайков, друзья. Для того, чтобы я понимал, что вам это интересно, что вы ждете. Давайте 100 лайков под этим видео поставьте. И от меня огромный респект.